Как небольшой контактный зооуголок в парке 40-летия в ЛКСМ в считанные годы превратился в один из крупнейших зоопарков Поволжья, сейчас уже никто не помнит. Сегодня он стал поводом посетить Ульяновск для многих жителей соседних регионов. Очередного притока туристов зоопарк ждет с наступлением туристического сезона в мае. Впрочем, сами сотрудники Ульяновского зоопарка считают, что откладывать визит к ним на более теплое время не стоит. Самое интересное, по их словам, начинается именно сейчас. Я думаю, что в ближайшие недели начнется активное атакование у многих птиц. Это, конечно, такой период, когда все будут уже выходить, вылетать все вольеры, активно ухаживают за самками. Я думаю, это самый такой период, когда все стараются максимум приехать, понаблюдать за павлинами, за их ухаживаниями, атакованиями, за фазанами. То есть это уже буквально неделя. Впрочем, некоторые птицы давно атаковали и сейчас уже воспитывают потомство. Редкая краснокнижная сова Сипуха месяц назад стала мамой. Малыши совята скоро догонят ее размерами, а она все еще ревностно охраняет их от посторонних. Пополняется коллекция зоопарка не только естественным путем. Некоторые животные попадают сюда уже взрослыми. Так, кенгуру Бинетта по имени Тимоша недавно переехал в Ульяновск из Пермского зоопарка. Несмотря на свои небольшие размеры, он парень уже взрослый, ему 7 лет. Увидеть его пока можно только через стекло. Он живет в теплом вольере по соседству с Викуними. Когда станет теплее, Тимоша переберется на открытый воздух. Ему сейчас не скучно. Он почти прошел период адаптации. С ним общаются сотрудники, разговаривают. Он смотрит в огромные окошки на людей, воспринимает новую мир, новую информацию. Заметно подрос за последний месяц лосенок Макс. Его уже перевели в собственный вольер. А вот львенок Цезарь все еще живет в изолированном домике. Хотя формально его карантин уже закончился. Все дело в том, что до недавнего времени не было ясно, останется ли львенок в Ульяновском зоопарке после окончания следственных процедур, связанных с его изъятием на казахской границе. Но теперь это вопрос уже решенный. Цезарь остается в Ульяновске. Увидеть его можно будет сразу, как только ему подготовят отдельный вольер. В общем, пока он еще маленький. Ему всего девятый месяц. Где-то в полтора года у него поменяется характер. Он возмужает. В два он станет совершенно взрослым животным. Соответственно, характер будет львиный. То есть он уже не будет таким милым котеночком, хотя будет по-прежнему дружелюбный, так как он рос среди людей. Сейчас в зоологической коллекции Ульяновского зоопарка 150 разных видов и около 2,5 тысяч особей животных, начиная от улиток и креветок и заканчивая редчайшими на территории России векуниями. Очередные пополнения ждут зоопарк уже в ближайшие месяцы.